Добрый день! Сегодня лекция будет посвящена лесам, лесам России, особенно лесам европейской части России, структуре, особенностями динамики, все разноплановое понимание леса я постараюсь вам донести. Я Уланова Нина Георгиевна, профессор кафедры экологии и географии растений, и мой раздел, который я читаю и веду, посвящен именно проблемам науки лесоведения. Лесоведение — это наука о биологии леса, его биологии, экологии, динамики во времени, в пространстве. Эта наука возникла на стыке, на самом деле, очень многих наук, потому что это не только биология, но это и география, это и геология, и почвоведение, и зоология, и климатология, то есть разнообразные аспекты науки, они стыкуются в объекте, а объект — это лес. А лес, он очень разноплановый, потому что именно понимание всех компонентов, составляющих лесную экосистему, позволяет нам понять его структуру, динамику. И на самом деле лесоведение является теоретической частью другой науки, которая называется лесоводство. Лесоводство — это уже прикладная наука, которая занимается разработкой методов, технологий освоения лесов, использования древесины, и вот эта прикладная наука действительно очень важна для России. Три четверти площади России занимают леса. Эти леса очень разнообразные, и в Сибири леса отличаются от лесов европейской части России, поэтому если мы с вами посмотрим на карту лесов России, то вы видите, что по площади на самом деле преобладают лиственичники, потому что именно они занимают таежную территорию восточной Сибири. И с северо-восток Сибири занимают кедровый стланник. А вот если мы посмотрим на карту европейской части России, тут вы видите, должны, в принципе, как зональная растительность, преобладать еловые леса. Но на карте вы видите преобладание, к сожалению, не лилового цвета, который характеризует именно, отражает положение еловых лесов, а преобладает голубой цвет. А голубой цвет — это вторичные леса, которые образовались на месте сплошных вырубок, пашень. И вот эта голубая полоса, она уходит и в Сибирь. И если теперь мы оценим, какие же леса преобладают в европейской части, то оказывается, что преобладают на самом деле березняки. Березняки, осенники в меньшей степени. Но еловых лесов, к сожалению, осталось очень мало. И если мы посмотрим с вами на вид из космоса, то на этом снимке вы видите преобладание зеленого цвета. Да, у нас, безусловно, европейская часть, лесная территория. И это, в общем-то, хорошо видно. Но преобладают-то березовые леса. Это большая проблема, потому что еловые леса у нас сохранились только в предурале, на северо-востоке. Это территории гористые, малодоступные, там практически нет дорог. Это территории в значительной степени заболоченные. То есть там растут ельники небольшой высоты, которые дают маленькую продукцию. Из-за этого работникам лесного хозяйства экономически невыгодно разрабатывать эти участки. Поэтому они сохранились. Это последние леса, которые отражают зональный тип растительности. Это для нас очень важно. Мы с вами поговорили про ельники, про березники. Но не надо забывать, что вся Карелия покрыта сосновыми лесами. И сосновые леса встречаются эпизодически и также в регионе, где идут в основном ельники, березники. То есть повсеместно вот эти сосновые леса встречаются. Я вам рассказывала про таежные леса, а южнее таежных лесов идут хвойно-широколистные леса. Хвойно-широколистные леса занимают значительные площади европейской части России. Причем особенность этих лесов, что можно встретить как массивы хвойных лесов, так, безусловно, и фрагменты широколистных лесов. И смешение вот этих типов растительности создает все многообразие лесов, где мы с вами находимся. Потому что Московская область располагается именно в зоне хвойно-широколистных лесов. Если мы посмотрим на Московскую область, то только север Талдомский район относится к таежной зоне, а за кой на юг уже идет зона широколистных лесов. И Московская область даже как отдельный такой географический элемент очень разнообразна. На востоке преобладают в Московской области сосновые леса, причем заболоченные, с значительными площадями болот верховых. При этом западная и северо-западная часть более равнинная. И здесь преобладают и хвойные широколистные. Вот Ленигородская биостанция находится как раз на западе Московской области. А на северо-западе находится Клинско-Дмитровская гряда. Это высокие холмы, переходящие почти в горы. Участки очень интересные, потому что это выходы разных пород, очень часто богатые кальцием, что позволяет здесь встретить очень богатые широколистные леса с уникальной флорой. И получается, что Московская область даже, она очень разная. На юг от Московской области фактически по окен на юг начинается зона широколистных лесов. Это плодородные почвы. Испокон веков эта территория была распахана, она освоена человеком очень давно. И из-за этого широколистные леса сейчас сохранились только где-то очень на небольших пространствах. Это в первую очередь либо национальные парки, например, Калужские засеки, либо это поймы рек, где испокон веков была запрещена вырубка лесов. И широколистными лесами на самом деле сейчас очень плохо. Проблемы в лесах сейчас очень серьезные. И основная проблема – это фрагментированность лесов. То есть те массивы, которые сохранились, они окружены полями, они окружены вторичными лесами. Вторая проблема – это преобладание березовых лесов на всей территории, которые возникли в период интенсивно концентрированных вырубок 60-х, 80-х годов. Следующая проблема – то, что у нас леса теперь не дают такую высокую продуктивность, как это было раньше. Потому что если человек использует лучшую древесину в течение нескольких, смены нескольких поколений, то уже то, что остается, – это совсем не лучшего качества. Лес состоит из деревьев. Поговорим про деревья. Первое, что мы обязательно должны перечислить – это видовой состав деревьев. И название вида, а в лесоведении и в лесоводстве используют термин «порода». Это то же самое. А второй параметр – это возраст. Абсолютный возраст дерева, календарный возраст, который вычисляют в годах. Каждое дерево имеет свой возраст, и его легко определить, если мы пробурим возрастным буром. И если мы посчитаем число колец, нас спили, то сможем определить абсолютный возраст дерева. Другой характеристикой, безусловно, является кора дерева. Потому что по фактуре коры можно все-таки приблизительно определить, старое это дерево или не очень старое. Вот елка, которую я вам показываю, она очень большого диаметра. И можно подумать, что это дерево очень старое. Но на самом деле ему не очень лет, потому что если мы посмотрим на кору, то кора не очень фактурная. Она еще относительно гладкая. Поэтому этому дереву не более 60 лет на самом деле. А почему оно такое-то большое? Потому что у него очень хорошие приросты, хорошие условия. Поэтому каждый год прирост ствола составляет около сантиметра даже. И поэтому это дерево смогло здесь так быстро и здорово вырасти. Второй показатель, который мы можем определить, это стадия антогенеза. То есть мы можем определить биологический возраст этого дерева. Можно не только у деревьев, но и у человека по-разному выглядеть, когда вам 50 лет. В 50 лет можно выглядеть молодо, а можно выглядеть уже совсем представительно. Поэтому также и дерево. Развитие биологического возраста идет неравномерно. Поэтому в биологии принято выделять стадии антогенеза, то есть стадии после империанального развития растений, любого живого организма. Итак, первая стадия у нас будет проросток, когда мы видим еще семидоли. Вторая стадия это ювенильные растения, когда уже появляются листочки. Но они все равно по виду отличаются от взрослого дерева. Это еще такое крохотное растение, маленькое. Следующая стадия моторная, когда уже появляются взрослые листья, начинается прирост в высоту. Молодое растение начинает ветвиться. Следующая стадия виргинильная, это молодое дерево, которое является уже полноценным деревом, но при этом оно еще не цветет. И вот эта вот стадия виргинильная, она может продолжаться у разных видов по-разному. У некоторых виргинильное состояние может длиться очень долго, а какие-то деревья очень быстро переходят в генеративную стадию и начинают уже плодоносить. Так, например, сосна может начать плодоносить, когда ей 8-10 лет. Надо отметить, что следующая стадия субсинильная, а за ней следует синильная стадия, это когда дерево уже находится в плохом состоянии, потому что теряет ветви, появляются сердцевинные гнили и дерево уже вот в таком старческом состоянии, встречается на самом деле очень редко, потому что большинство деревьев плодоносят до конца своей жизни. И вот это синильное и субсинильное состояние встречается довольно редко. Изучая возрастные состояния, мы можем для всего фитоциноза составить спектр возрастных состояний. Если этот спектр будет полночленный, будут представлены все возрастные состояния, мы можем сделать вывод, что этот лес находится в замечательном состоянии, стабильная структура и у него хорошие перспективы. А вот если возрастной спектр будет обрезан, например, в молодой части будут отсутствовать молодые деревья подрост, мы можем сразу сделать вывод, что перспективы у этого фитоциноза в дальнейшем сомнительны, ибо молодого поколения нет и что будет дальше не совсем понятно. Еще есть один показатель, очень важный, это показатель жизненности. Или в лесоводстве категория состояния называется это понятие. Потому что растения одного календарного возраста и в одной и той же стадии возрастного состояния могут быть очень разные. Если растению повезет, оно вырастет в хороших условиях, без соседей, которые могут его угнетать, дерево вырастет большим и сильным. Да, то есть вот эта вот елка, как вы видите, она выросла очень высокая. Понятно, что она росла в очень хороших условиях. То есть по жизненности это был первый самый высокий. А вот если дереву не повезло и оно росло рядом с сильным соседом, его затеняли, то это дерево будет совсем не такой высоты, то есть оно будет невысокое, у него будет маленький диаметр, потому что приросты будут маленькие, то есть его жизненность будет низкая. Глядя на график распределения по жизненности, мы тоже можем оценить состояние деревьев одной породы в пределах одного сообщества. Следующий показатель, который мы должны определять, это высоту деревьев. Мы тоже можем построить график распределения деревьев по высотам. Ну и последний показатель, который широко используется в первую очередь в лесоводстве, это измерение диаметра ствола на высоте груди. То есть вот эта условная высота груди 1,2 метра позволяет нам определить диаметр. Диаметр, который характеризует состояние, состояние каждого дерева. В лесоводстве есть такой термин, который называется насаждение. Не надо пугаться этого термина, потому что в принципе этот фитоциноз, но исторически так сложилось, что в лесоводстве используется термин насаждение. Никто ничего не сажает, это естественный лес, но вот этот термин исторически используется для этого понятия. Итак, основным компонентом фитоциноза является древостой. Древостой это уже совокупность всех деревьев, которых формирует фитоциноз. Поэтому древостой, как отдельное такое понятие, имеет свои определенные характеристики. Ну, первая характеристика, которая изучается, это возраст насаждения, возраст древостоя. В ходе своего развития каждый древостой проходит определенные стадии. Предполагается, что это насаждение, которое появляется на каком-то открытом пространстве одновременно. Это может быть зарастание вырубки, зарастание пашни. И в этот момент начинает формироваться насаждение одновозрастное, потому что новые поколения формируются в течение нескольких лет. Первая стадия проходит в ожесточенной конкуренции именно с травяным покровом до 20 лет. Это первая стадия молодняка. Деревьев на единицу площади очень много, это густые заросли, но идет только вот начало формирования крон деревьев. Это та самая стадия антогенеза, когда взрослые и моторные деревья переходят в эргенильное состояние. Идет формирование кроны, то есть объем кроны увеличивается, преобладает рост высоту. И на этой стадии очень мощная конкуренция с элементами минерального питания и воду между вот этими молодыми деревьями. Поэтому происходит массовый отпад деревьев. Следующая стадия называется жердняк. Жердняк это стадия, когда деревья продолжают конкурировать между собой, потому что это действительно вот много молодых деревьев. Жердняк это такая стадия, когда человек пройти через этот лес не может, потому что это вот сплошной такой чистокол стволов, и деревья быстро растут, продолжают расти в первую очередь в высоту. И крона начинает уже располагаться в верхней части ствола, потому что в нижней части сучья быстро отмирают, ибо им не хватает света. Следующая стадия это уже молодой лист, лес, когда начинается, уже число стволов на единицу площади резко сокращается, остаются только самые сильные, самые лучшие деревья, но это еще молодые деревья, у которых продолжается рост вверх. Но появляется уже прирост ствола, то есть биомасса идет не только в крону, но идет в первую очередь в ствол. Следующая стадия это приспевающий древостой, то есть это молодой древостой, который продолжает увеличивать в первую очередь прирост древесины, но деревья уже не растут. Следующая стадия называется спелый лес. Для ели сосны этот возраст соответствует 80 годам, когда дерево достигает своего максимального развития, и в принципе в лесном хозяйстве в этот период деревья уже поступают в рубку. То есть лес можно уже рубить, потому что он достиг всех своих максимальных показателей по, в первую очередь, конечно, по биомассе ствола, потому что для лесного хозяйства важно, конечно, это объем древесины. То есть это лучшая стадия, когда по всем параметрам дерево достигает их потенциальных возможностей. Дальше идет стадия перестойная. Перестойная стадия, это значит, что лес начинает разрушаться. Это естественное развитие фитоциноза на стадии распада, но для лесного хозяйства это уже потеря леса. То есть задача лесного хозяйства срубить лес до того, как он перешел в стадию перестойного. Но с точки зрения биологии это совершенно, так сказать, нормальный этап развития, потому что распад старшего поколения деревьев приводит к тому, что у нас начинают появляться окна, в которых начинает развиваться молодое поколение деревьев. Появляется подрост, и как бы вот это второе поколение начинает расти. Принято по возрастному составу каждое насаждение относить к определенному типу. Есть первый тип, это абсолютно одновозрастные насаждения, когда в насаждении есть только один класс представлен. Дальше возможен вариант относительно одновозрастного, когда у нас отмечается два поколения. Может быть, дальше идет относительно разновозрастный, когда у нас уже поколений больше, чем два. Ну и последний вариант это абсолютно разновозрастный лес. Это большая редкость. Да, вот в центральном лесном заповеднике мне, например, удалось в свое время найти только четыре участка такого разновозрастного леса. Хотя это центральный заповедник, это, в общем-то, действительно заповедная территория, где лес практически не рубился никогда. В лесах обычно хорошо выражена вертикальная структура. В древесном ярусе мы выделяем один ярус древесный, но в нем могут быть несколько подъярусов. Выражен ярус подроста, подлеска, травянко-кустарночковый ярус, мохово-лишайниковый покров. Обычно формируется один четкий ярус, если мы дело имеем с культурами, с посадками, когда ведение лесного хозяйства ориентировано именно на формирование одного полога с одной породой. Но в природе чаще всего мы можем встретить и ситуации нескольких подъярусов, когда у нас есть несколько пород. У нас на биостанции очень хорошо выражено обычно два яруса деревьев. Первый ярус образует береза, ибо она раньше возникла. Здесь в данном случае случай зарастания полей был, поэтому вот эта береза выросла раньше. А под пологом березы выросла ель. Она еще не достигла высоты березы, поэтому образует сейчас сомкнутый второй ярус. И даже деревья более молодые, вы видите, они еще ниже, чем второй ярус. Но говорить о третьем ярусе здесь не приходится. Мозаичность травянка кустарничкового яруса может иметь разные причины. С одной стороны, она может быть фитогенного происхождения. То есть деятельность самого леса создает микросайты, условия, которые будут отличаться по экологическим условиям, что и позволяет тут появиться совсем другим видом. Это, например, ветровальный микрорельеф, где на буграх и в западинах будут возникать совершенно своеобразные микросайты, потому что оголенная почва, появляются новые виды семян. И видовой состав их будет резко отличаться. К фитогенной мозаичности относят также клональное распространение растений. Вот здесь прекрасный пример длиннокорневищный осокок, который формирует сплошной покров. А очень часто это могут быть клоны черники, которые четко ограничены в пространстве. И мы видим, что участок такого клона, который может занимать и 5 метров квадратных, на самом деле это просто одна особь. Она объединена общей системой корневищ. И то, что мы видим в пространстве, это просто есть результат вегетативного длительного размножения, существования этого клона в течение ста и более лет. Почему в этом лесу нет мозаичности в травянно-кустарничковом ярусе? Посмотрите, осоковолосистая карекспелеза. Она занимает все пространство в этом лесу. И никакой мозаичности здесь нет. Дело в том, что осоковолосистая карекспелеза – это очень мощный вид, который захватывает территорию и будет здесь очень долго. Это длиннокорневищный вид, поэтому это тот самый вид-доминант, которому все равно под какими деревьями расти – под елью, липой, березой. Это тот самый вид, который является основным фоновым в зоне широколестных лесов. И этот вид создает такой плотный покров не только в наземной, но и в подземной части, что практически с ним мало кто из видов вообще может существовать совместно. Другая причина мозаичности – она имеет зоогенное происхождение. Это могут быть кабаны, которые перекапывают большие участки, и там пойдет расти тоже другая немножко трава. Это могут быть муравьиные тропы, где тоже будут какие-то микроразличия. Ну и последнее – это, конечно, антропогенного происхождения мозаичность. Человек создает тропинки в лесах, человек оставляет костры, где-то какие-то перекопанные участки, и это тоже как следствие создает вот такую вот мозаичность. В коренных лесах происходят неожиданные события. Например, вываливаются деревья. Вываливаются, как перед вами, так как краед типограф съел это дерево, либо от старости падают деревья, либо еще по каким-то причинам могут выпадать деревья группами. И в этом случае образуются окна. Это совершенно другие условия. Вышенная освещенность, выше влажность, отсутствие конкуренции с древостоем. Возникают небольшие участки, окна, в которых начинает образовываться, формироваться совершенно другая растительность. Здесь прекрасно себя чувствуют папоротники, здесь разросся орляк. Веник лесной тоже прекрасно себя чувствует. Он любит участки там, где света много. И появляется такой вот элемент мозаичности, связанный исключительно вот с такой оконной динамикой. Вообще-то оконная динамика лучше всего связана, чаще всего встречается в разновозрастных лесах, в коренных разновозрастных лесах. И такой классический пример из учебника – это гэб-динамика или оконная динамика, как она называется, представлена в буковых лесах, монодоминантных, где преобладает только бук. И именно здесь образование окна приводит к тому, что именно в этих условиях есть возможность появиться новому подросту деревьев, бука. И постепенно зарастая, такое окно формирует новую элемент популяционной мозаики, где есть деревья более молодые. Если в пространстве есть несколько окон разного возраста, то если мы в совокупности посмотрим структуру популяции на большой территории такого леса, то она оказывается абсолютно разновозрастной, эта структура популяции бука. И это является одним из механизмов поддержания стабильного состояния этого циноза в течение веков. Здесь, на биологической станции, эти окна могут быть очень разные. Очень часто в этих окнах прекрасно себя чувствует рябина. Она может быстро расти, сформировать ярус полный и даже цвести и плодоносить. В более богатых условиях такие окна занимает сразу лещина. Ну, в крайних случаях, если у нас действительно есть большие нарушения почвены, может появиться береза. Ну, вот в таких окнах появляется, например, дуб. Основные лесообразующие породы деревьев включают в себя две группы, принципиально отличающихся по стратегии жизни. Первая группа – это те виды, которые образуют коренные леса. А какие же биологические характеристики есть у этих видов, которые мы относим к категории виолентов? То есть те, которые действительно сами создают условия существования для всех других видов. Первая особенность этой группы деревьев – то, что это в основном породы длительно живущие. То есть они все живут 150-200 лет. Первые стадии антогенеза проходят очень медленно. У всех этих деревьев плоды относительно крупные, поэтому их формируется не так много. Они теневыносливые, и подростые тоже теневыносливые. Поэтому молодое поколение может формироваться под пологом материнского. И это одна такая вот черта приспособительная, которая позволяет этим лесам существовать длительный период времени. Первая порода, про которую я хотела рассказать, – это ель, основной таежный вид. И у нас на территории России основными двумя видами ели являются ель европейская и сибирская. Пицца абиас – основной вид, который занимает практически всю европейскую часть и уходит в Европу. Второй вид пиццы абиас занимает значительную часть Сибири и заходит в европейскую часть, на северо-восточные части, в Придуралье. Но, с другой стороны, эти виды гибридизируют между собой, поэтому есть достаточно такая широкая полоса, которая уходит через Архангельскую область в Карелию, где даже выделяют отдельный вид или подвид пицца и феника, где вот эти вот свойства этих двух видов, они уже пересекаются. Наша ель преобладает в условиях, избегает повышенное увлажнение и условия, где влаги не хватает. Вот эта прекрасная ель, которая растет на биостанции, которые просто огромная, высокая. И посмотрите, особенность ели, которая растет не в лесу, а растет в одиночку сама по себе. Но первое ее отличие, что действительно у нее конусообразная форма кроны. И главное, что ветки в нижней части кроны тоже сохраняются. В лесу нижние ветки кроны довольно быстро засыхают, и поэтому кроны мы можем видеть только где-то наверху ценные. Почему? Да потому что света много. Вся хвоя, все ветки получают достаточно света, чтобы сформировать такую замечательную крону. Ну, вторая ее особенность. Посмотрите, шишки практически по всей вертикали кроны. Практически до самого низа доходят. Опять почему? Потому что света достаточно. Возникает вопрос о ведении лесного хозяйства, ориентированно вот на такие елки, прекрасные, дивные, в парковый формат. Лесное хозяйство-то... Вот такие елки лесному хозяйству не нужны. Нужны совсем другие деревья. Те, которые выращиваются в посадках. И вся идеология посадки, ухода за такими насаждениями основывается на том, чтобы эти деревья росли при высокой плотности, чтобы у них была активная конкуренция между собой, чтобы только лучшие росли быстрее и выше. Но в окружении угнетенных елей у них довольно быстро происходит засыхание нижних веток, поэтому формируется ровный ствол без веток и крона только наверху. То есть качество древесины, в этом случае ствола, будет очень хорошее. Сосновые леса являются тоже в основном коренными в тех условиях, где не может расти ель. А вот там, где растет ель, сосна становится породой вторичной. И в этом диалектика сосны. Что сосна обладает, с одной стороны, качествами доминирующего вида доминанта, виолента. Сосна, кроме этого, обладает еще стратегией эксплерента, пионерного вида, потому что это именно тот вид, который очень часто на песчаных почвах захватывает территории сплошных вырубок и очень хорошо себя там чувствует. Но сосна долго живет, иногда и до 200, и даже до 300 лет. И встречается практически и в европейской части, и в Сибири. То есть у нее очень большой ареал в России, и она встречается практически везде, потому что это порода, которая абсолютно нетребовательна к условиям места обитания. Если сравнить идентификаторную роль сосны и ели, то сосна, конечно, не имеет такого мощного преобразующего эффекта, потому что у нее очень крона раскидистая, но она очень редкая. И поэтому сосняк не столь сильно преобразует климатические условия. Сосна отличается от ели своей корой. Посмотрите, какая у сосны толстая кора у взрослых деревьев. И это спасает ее при пожарах. Поэтому кора сверху от пожара может немножко обуглиться, но высокая температура не доходит до слоя камбии, и поэтому дерево не погибает. Поэтому сосны очень хорошо переносят пожары. Гибнет только молодое поколение сосны, а старые сосны, они все остаются. Поэтому сосна – это тот вид, который связан с пирогенной динамикой. То есть там, где периодически случаются пожары, там сохраняется только сосна. А вот ель совершенно не переносит пожары, потому что у нее кора тонкая, и любой пожар, даже низовой, приводит к гимбели. Сосна испокон веков широко используется человеком, потому что лучшие бревна, лучшая древесина в нашей зоне – это именно сосна. И смола, которую выгоняют из такой сосны, тоже широко используется в лесохимическом производстве. И даже хвоя у нее, и почки являются лекарственными. Поэтому сосну используют на все сто. Еще одна важная лесообразующая порода – виолент – это липа. Тилия кордата является основной породой, которая формирует широколистные леса и липы. Широко распространены и в зоне хвойно-широколистных, и в зоне шоколистных лесов. И липа отличается тем, что она имеет очень разнообразные варианты антогенеза. И имеет поэтому разные жизненные формы. Если дерево находится в состоянии угнетения, если ему совсем плохо, либо растет в условиях неподходящих, то липа превращается в кустарник. Как вы видите здесь, фактически это кустарник, который весь свой цикл антогенеза проведет в виде кустарника. Либо это может быть пневая поросль, которая может стать деревом, а может остаться кустарником. Вот у липы, вы видите здесь пневую поросль. Она отличается тем, что такие побеги очень быстро растут, и листья у них крупные, намного крупнее, чем обычно. Вот как раз основание стволика, стволик, от которого пошла вот эта пневая поросль. И эта липа будет хорошо расти, возможно, даже станет деревом. И, конечно, вариант, когда превращается в полноценное дерево, цветущее дерево. И липа – дерево, которое всегда сопутствовало жилью человека, потому что липы специально высаживали около деревень, так как липа кормила весь поселок. Это и лекарственный цвет липы, это и лыка, которую человек использовал, это и древесина, из которой делалась вся посуда. Именно здесь проходят регулярные каждый день утренние встречи. Здесь построение утром, здесь все новости, здесь место встречи. Этому дубу очень много лет, и за ним ухаживают, его лечили, чтобы сохранить дуб, как такой могучий символ нашей биостанции. Дубы такого большого размера теперь стали большой редкостью, потому что это те деревья, которые человек всегда использовал. Древесина шла для того, чтобы делать из них бочонки, кора использовалась для дубления, желудями откармливали свиней, а иногда и сами в голод питались мухкой из желудей. И вот такое преклонение перед дубом, как священным деревом фактически сохранилось до сих пор. Но при создании полей вырубались именно дубравы. Поэтому на самом деле сейчас с дубравами очень плохо. Дубраву можно встретить только либо в национальных парках, заповедниках, либо вдоль рек, потому что пойменные леса они спокон веков не рубились, и поэтому прекрасные дубравы сохранились именно вдоль рек. Эти дубравы последние остатки широколесных лесов, которые есть. И в Подмосковье вы тоже редко встретите хорошие фрагменты дубрав, где-то еще можно их увидеть. И, конечно, мощные дубы. Вот вы видите здесь дуб. У него очень раскидистая крона на самом деле. Но если это дубовый лес, то это тоже будут высокоствольные стволы, и где-то наверху там где-то что-то, так сказать, будет. А так дуб относится к главной породе, поэтому ведение лесного хозяйства в широколесной зоне оно именно ведется по дубу в первую очередь. Ну и чтобы быстрее сделать короче оборот рубки по дубу, ориентируется на пневые поросли. То есть срубили дуб, появилась пневая поросль, и из этой пневой поросли пошли новые дубки. И за 20-30 лет они уже достигают таких размеров, что их можно опять срубить. Но, к сожалению, такой тип ведения лесного хозяйства привел к тому, что 3-4 оборота рубок деревьев вегетативным способом, которые размножаются, приводит к тому, что эти деревья вырождаются, они становятся кривыми, низкими, и поэтому уже не годятся для использования в качестве деловой древесины. И эта серьезная проблема настигла Украину сейчас, где фактически введение лесного хозяйства было ориентировано как раз на такой тип ведения хозяйства. Для того, чтобы опять выращивать дубы, надо выкорчевать все старые, уничтожить, расчистить и посадить новые. Это с финансовой точки зрения уже неподъемная задача. Так что вокруг нашего старого дуба посадили много новых молодых дубков, чтобы создать впечатление, что новая генерация молодежи всегда приходит на смену старшему поколению. Березы относятся к стратегии жизни, которые соответствуют пионерным видам, видам, которые захватывают открытые пространства. Для этих видов эксплирентов, для видов пионеров характерны следующие параметры. Во-первых, это светолюбивые обязательно виды. Это виды, которые продуцируют каждый год, продуцируют легкие семена. Но их так много. Эти семена легкие, они распространяются ветром, поэтому летят на огромные пространства и обеспечивают семенами практически всю поверхность лесной зоны. Кроме этого, эти семена, когда попадают в почву, они сразу прорастают. и они начинают сразу быстро расти. Для них нужна нарушенная почва. И вот в любом месте, где есть какое-то нарушение почвы, есть шанс, что там появится подрост березы. Причем береза хорошо себя чувствует на вырубках, на открытых пространствах. Она хорошо переносит заморозки, она хорошо и быстро развивается практически тоже в любых экологических условиях. Березовые леса в основном вторичные леса, но в условиях, когда береза не может быть замещена елью в ходе классической вторичной сукцессии, в этом случае эта порода может стать уже коренной породой. В каких условиях у нас березняки могут быть коренными? Они могут быть коренными. это верхний лесной поиск гор, это условия леса тундры, где-то даже тундры, и в степной зоне, где другие деревни могут расти, а вот такие березовые колки, они становятся уже коренной растительностью, потому что другими породами не замещаются. У нас всего в России несколько берез, основные площади занимают бетуля пендуля, и второй вид это бетуля побесцанс, два вида, причем ареалы их практически полностью совпадают, но по экологии они все-таки различаются, потому что бетуля побесцанс тяготеет к увлажненным, богатым условиям это низинное болото, а бетуля пендуля плохо выдерживает затопление, поэтому она избегает этих экологических условий. Березы отличаются между собой, эти два вида, во-первых, по коре дерева, бетуля альба она действительно более белая, а пендуля она скорее черная, потому что растрескивается и вот этот черный цвет он преобладает над белым у взрослых деревьев. Они отличаются по молодым веточкам, потому что бородавчатая она действительно имеет такие вот бородавочки по стволикам, а у пушистой таких бородавочек нет. И отличаются по листьям, потому что если вы возьмете в руки эти два вида, то у бородавчатый лист будет более жесткий, он будет такой вот немножко маслянистый по ощущениям, а у пубэстонс он будет более тонкий и вы будете чувствовать опушение руками. По форме они отличаются, но только в лучших вариантах. К сожалению, форма листа не всегда правильно дает нам представление о виде. Ну и надо отметить, что вообще-то у этих двух берез есть еще гибриды. Хотя они составляют процентов 5 от всех берез, но все-таки вот эти гибриды они все-таки тоже встречаются. Ну вот посмотрите, главное отличие березы, то что у нее вот кора такая белая, да, кора белая, потому что есть в ней такое вещество бетулин, а это вещество фактически не гниет, поэтому береза не гниет, да, вот эти письма, которые в Новгороде писали на бересте, они в почве пролежали несколько веков и все равно хорошо читаемы, поэтому береза испокон веков широко использовалась быту, именно для изготовления не только посуды, но и изготовления для хранения чего-то вот этих туисов, да, ну конечно из бересты делали лапти, как вы помните, а древесина березы используется в первую очередь для производства фанеры, конечно дрова из березы лучшая. Осина популюс тремоля самый обычный вид наш пионер, который захватывает очень быстро любые открытые территории, причем захватывает исключительно вегетативным путем из корневых отпрысков, причем эта способность у осины феноменальная, и формирование колонии из корневых отпрысков происходит очень быстро, и эта колония формирует такой древостой очень плотный, то есть на один метр квадратный может быть около 60-80 корневых отпрысков, то есть лес восстанавливается так быстро на этом участке, они растут очень быстро, поэтому новый осиновый лес возникает фактически за 5 лет, все, это лес непроходимый, и перед вами как раз вот такая колония осины, которая тоже представляет собой единую колонию, и которая постепенно так вот расползается, поэтому более молодые экземпляры находятся на периферии, а более взрослые находятся в центре этой колонии, и есть предположение, что те обособленные рощи, осины, которые мы встречаем в лесах, являются единым организмом колонии одной особи, поэтому если посчитать, а вот такая роща в Йеллоустоун парке, посчитали примерно сколько ей лет, оказалось, что ей порядка тысяч лет, то есть трактуется, что это одна из самых древних организмов, которые могут сами себя поддерживать вот таким путем, с помощью вегетативного размножения. Растительные сообщества никогда не находятся в постоянном состоянии, они изменяются, причем изменения могут быть незначительные, а могут быть очень существенные изменения, когда принципиально меняется флористический состав сообщества. И в таком случае мы относим такой тип изменений к сукцессиям. Сукцессии бывают первичные, в том случае, если они происходят на участках, где никогда ранее растительности в принципе еще не было. Например, при отступлении ледника. А второй тип сукцессии, это вторичные сукцессии, которые происходят уже на участках, где лес существовал, но был уничтожен. Это могут быть вырубки, либо второй вариант это зарастание башен, но все равно в почве есть запас башеных семян, и поэтому восстановление идет быстрее и проще. Я хочу вам немножко рассказать про вторичные сукцессии, которые происходят при вырубке леса. И ведение лесного хозяйства предъявляет определенные требования к таким рубкам. Какого размера рубки разрешены, как расположены эти вырубки, до какой степени надо убирать весь древостой? Обычно требование, что весь древостой должен быть вырублен и на месте этого вырубленного леса, который вывозится, должны проводиться посадки. И дальше ведется уход за этими посадками, потому что цель получить качественные культуры, культуры либо ели, либо сосны, потому что это главные породы, по которым ведется лесное хозяйство. Причем та растительность, которая появится на вырубке, она не всегда очевидна, и не всегда мы можем прогнозировать, какими видами пойдет зарастание этой вырубки. Но самыми обычными в зоне таежной и даже в зоне хвойно-шеркалистных лесов это вырубки вейниковые, потому что вейники очень быстро захватывают эту территорию, хорошо себя очень чувствуют, вот это может быть либо калимогростис орундинация, либо второй вид калимогростис эпигеос, который длиннокорневичный вид, поэтому он быстро захватывает всю территорию вырубки и становится таким мощным доминирующим видом. и на этих вырубках идет постепенное восстановление в травяном ярусе обычно вторичных пород, то есть это либо береза, либо порослевая осина, которая прекрасно себя чувствует в этих условиях, так как эти виды очень быстро растут на ранних стадиях, то они быстро выходят из травостоя и выходят в верхний ярус, формируя уже молодые деревья, молодой лес. Вот один из примеров это сосна, которая здесь тоже появилась самосевом, то есть ее здесь никто не сажал, из окружающего леса семена налетели на участок вырубки, а этой вырубки уже лет 15, вырубка леса принципиально меняет все экологические параметры, они становятся уже не лесными, во-первых освещенность становится стопроцентной, меняется полностью радиационный спектр, который поступает непосредственно на землю, доходит непосредственно до земли, кроме этого изменяется амплитуда температуры, амплитуда влажности, под лесом у нас амплитуды практически нет, все эти показатели стабильны, а на вырубке у нас происходят резкие суточные колебания, день-ночь, день-ночь, и вот такие резкие перепады, которые иногда даже приводят к сильным заморозкам позднее весенним заморозкам, они совершенно неблагоприятно воздействуют на молодой подрост ель, например. С другой стороны изменяется полностью почвенный покров формирования травостоя из злаков и разнотравья приводит к формированию нового горизонта, изменяется полностью микробиологический цикл, быстро разлагается лесная подстилка. Итак, в течение первых пяти лет на вырубке возникает особой ситуации, когда появляется много доступного азота. И связано это с тем, что исчезают деревья, которые в основном потребляли этот азот, доступный азот. Вот этот избыток азота, еще к нему добавляется разложение подстилки в первые годы, и в результате появляются уникальные возможности для того, чтобы здесь появились виды, которые очень требовательны к азоту, такие, как иван-чай, малина, которые очень часто захватывают такие богатые участки вырубок. И появляется много сорных видов, луговых видов, за счет чего и увеличивается видовой состав растений. Кроме этого, изменяется, безусловно, гидрологический режим этой территории, потому что уже деревья не отсасывают воду из почвы, и уровень грунтовых вод в одних условиях может повышаться, в других условиях он может понижаться, но все равно вот этот гидрологический режим полностью изменяется, особенно если эти вырубки занимают большие пространства. Полностью меняется зооценоз, появляется зооценоз, характерный для открытых пространств. И в результате первая стадия сукцессии травяная, она переходит в следующую стадию, кустарниковую стадию, дальше наступает стадия вторичного леса, березового леса обычно, либо осенника, и эта стадия может длиться очень долго, и только где-то уже на 20-й год, под пологом березы появляется подрост ели, который хорошо себя чувствует под пологом березы, и начинает постепенно расти, и дальше в процессе такой вторичной сукцессии произойдет постепенное замещение березового леса на еловый лес. здесь, на биологической станции МГУ мы как раз наблюдаем вот эту самую стадию, когда фактически ярус ели либо составляют второй ярус древостоя, первый ярус составляют сосны, и второй ярус составляет уже подросшая ель. и постепенно происходит замещение полностью на коренной тип растительности, на ельники, либо на сосники. Естественное развитие леса, к сожалению, продолжается не бесконечно. Очень часто происходят катастрофы. катастрофы бывают либо антропогенного происхождения, к которым относятся в первую очередь разнообразные вырубки леса, и второй вариант это природные катастрофы, то есть это такие мощные события, которые приводят к гибели леса, к гибели древостоя, причем эти катастрофы могут случаться внезапно, они могут случаться на больших площадях, и мы можем использовать этот термин катастрофы, потому что он действительно отражает быстрое одномоментное событие, которое приводит к гибели древостоя. К таким естественным катастрофам в первую очередь относятся катастрофические ветровалы. Катастрофические ветровалы случаются случаются не только в тропиках и на экваторе, но и в нашей зоне это шторм, это какие-то мощные порывы ветра, которые могут в считанные секунды снести большие площади лесов. И вы понимаете, что, в общем, человек регулировать эти вещи не может, он только может заранее проводить такие мероприятия в лесном хозяйстве, которые бы не допускали появления вот этих массовых ветровалов. То есть технологии такие, в общем-то, разработаны. И другое событие это, конечно, пожары. Сейчас про пожары многое пишут и по радио, и по телевидению все время слышите о том, что горит Сибирь, горит Австралия, и действительно эти пожары это такое мощное бедствие. Но если учитывать, что три четверти этих пожаров случаются по вине человека, то мы очень условно можем относить пожары к категории природных катастроф. Потому что, в общем-то, если мы так будем рассуждать, теперь это катастрофы, вообще-то, антропогенные вот эти жуткие пожары, которые случаются практически везде в таежной зоне в первую очередь. Ну и третий тип катастроф, которые возникают в результате вспышки численности насекомых. Это явление широко распространено, и разные вредители, разные вот эти вспышки насекомых приводят к гибели лесов в Сибири от шелкопряда, от листовертки в Канаде, и для европейской части России таким событием явилась гибель наших ельников от кароеда типографа. Причем биология этого кароеда типографа она очень хорошо изучена и он является фоновым видом, то есть это тот вид, который всегда жил с небольшой численностью, в любых лесах его можно найти. Ну и когда он является таким фоновым насекомым, то он в основном поедает, ориентируется на деревья угнетенные, больные. То есть он как бы питается только лубом, то есть он питается только флоемой, то есть живой, самой вкусной, самой питательной тканью в древесине, поэтому его интересуют только живые деревья. Краед типограф иногда у него начинается вспышка. Это связано в первую очередь с тем, что деревья начинают засыхать, начинают ослабляться их физиология в связи с засухой, в связи с понижением уровня грунтовых вод. То есть вот такие периоды, когда мы имеем особо вот эти сильные летние засухи, приводят к угнетению деревьев. Если после этого бывают сильные ветры, то очень часто они вываливаются, формируется сплошной ветровал, а вот это та самая пищевая база, это та самая ситуация, когда караеду вдруг приваливает такой подарок, когда он может уже делать несколько поколений за лето, когда у него много еды. Вот эти свежие хорошие деревья, которые выпали. И в этот момент может начаться вспышка численности этого самого караеда типографа. Причем эта вспышка в Европе длится уже лет 20. Причем численность этого караеда фактически не уменьшается. Он уже перешел на подросток, он уже перешел на другие породы хвойные, он уже начал пихтой, он уничтожил практически весь верхний ярус в горных лесах Европы и постепенно постепенно дошел до нас. Эта вспышка первая прошла в 1998 до 2004 года и вторая с 2009 до 2012 года. То есть вот эти две вспышки караеда типографа, которые прошли по европейской части России, действительно привели к гибели больших массивов елового леса. Ну и когда этот караед типограф большой численности, то вы понимаете, что он начинает уже питаться не угнетенными деревьями, а самыми лучшими. И вот наши подсчеты показали, что он наоборот выбирает деревья еле диаметром больше 30 сантиметров. То есть он выбирает лучшие деревья, то есть деревья первого яруса. И когда такие деревья первого яруса погибают, то конечно лес смотрится очень для нас он очень такой страшный вид имеет. Вот здесь как раз такой участок, где деревья погибли от этого самого краеда типографа. Но года через два-три на самом деле все эти деревья упадут, и вся эта древесина начинает перегнивать, и в общем-то весь при разложении вся эта органика опять поступит в лес, и на смену этому краеднику придет новое поколение деревьев, потому что ведь гибнут только ели, и причем ели только первого яруса, а весь подрост, все младые деревья, деревья второго яруса, они в общем-то сохраняются, они начинают лучше расти без ели, и начинает формироваться очень быстро лес, но немножко другого видового состава, и на самом деле восстанавливается лес более близкий к той зоне, где находится это сообщество, потому что краедтипограф в первую очередь поразил, съел, какие леса, он съел посадки елей, которые проводились не в тех лесорастительных условиях, где должна была расти ель, поэтому краедтипограф сделал благое дело, он способствовал восстановлению исходных широколистных лесов, которые должны произрастать в Подмосковье, «Хористы» Продолжение следует...